— Здравствуйте, меня зовут Алексей Соломин, и в студии у нас сегодня экономист Михаил Хазин. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Цитовские списки, так называемые. На самом деле, сегодня раскрыл Борис Цитов список бизнесменов. — Все имена дал? — По-моему, все. Ну, там из известных, вот Алексей Бажанов, который бывший замминистр сельского хозяйства. Ну, даже это и не столько важно, наверное, важно другое. Я вас хотел спросить о том, кому, с вашей точки зрения, это больше нужно, бизнесменам, которые хотят вернуться в Россию, или России, которая хочет вернуть этих бизнесменов? Ну, у бизнесменов, которые уехали туда, там начинаются проблемы, поскольку далеко не у всех из них есть достаточно приемлемые для руководства Великобритании объяснения источников получения этих денег. Ну, чего уж там греха таить, мы про многих из них понимаем, что не совсем и не честными способами эти деньги получили. И это для них, безусловно, проблема. Может быть, если бы этой проблемы не было, они бы вообще на эту тему бы не разговаривали. — Но ведь на встречу с Цитовым приходили самые разные бизнесмены, в том числе, которые, в общем-то, как выяснилось, не очень-то собираются покидать Великобританию, и очень этого хотят, во всяком случае, при действующей власти. — Ну, проблемы-то есть, да? — А у них тоже возникли проблемы? — У всех, какая разница? Там сказано 50 тысяч, да, все, что сверх 50 тысяч, предъявите доказательство. То есть, иными словами, имеется место, имеет место презумпция виновности, как в общении с налоговой. То есть, они говорят, все, что вы заработали, это получено неправильным способом, если вы не предъявите доказательство того, что все это предъявлено честно. Обращаю ваше внимание, что это относится не только к российским гражданам, а ко всем вообще. В этом смысле, это во мне Международный Олимпийский комитет. — А почему сделали вывод, что у них именно проблемы? — Ну, потому что не секрет, да, что в Лондон обычно вывозятся не совсем легальные деньги. Может быть, у самых богатых... Ну, понимаете, вы, это еще человек молодой, а я-то помню 90-е годы. И я очень хорошо знаю, что значительная часть тех денег, которые тогда были, назовем это словом, заработаны, даже если это не противоречило прямо законодательству тогдашнему российскому, но это было крайне спорно с точки зрения законодательства международного, да, то есть, это были или неявные взятки, или там неявные откаты, или еще чего-нибудь. И это все надо предъявить. И это, безусловно, проблема большая, и все эти люди понимают. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое очень важно. Дело в том, что человек — это обезьянка. Человек, произошел от обезьянки, это верно. Совершенно верно, да. Это существо стадное. Но с тех пор просто он сделал большой шаг. Это неважно совершенно. Система социальных отношений не изменилась. Важность социального статуса. Вот я скажу страшную вещь. А социальный статус для человека важнее, чем деньги. Что вы имеете в виду под социальным статусом? Под социальным статусом — это место общества. То есть человек хочет, чтобы его уважали, чтобы много людей к нему прислушивалось, чтобы он мог решать многие вопросы. Эксперимент показывает, что если у вас высокий социальный статус, это почти неминуемо приведет к неким деньгам. Просто в силу доступа. Вы были в московском зоопарке? Я много раз был в московском зоопарке. Вот там обезьяны в стайках, у них несколько иная модель поведения. Есть у павианов, например. Есть вожак, который огрызается на всех, которого все боятся. Я знаю, как это устроено. У обезьянок могу вас уверить, что в малых группах человеческих все это устроено совершенно точно так же. Проблема стоит в том, что у павианов не бывает стада 100 миллионов штук. Или хотя бы 20 миллионов. Или хотя бы 200 тысяч. Поэтому у человека это все немножко более сложно. Кроме того, обезьяны никогда не живут в столь скученном состоянии. Они бы просто сдохли, если бы их посадить в условиях, которые от стресса бы умерли. А человек страшно живучая обезьянка. Так вот, социальный статус важнее, чем деньги. Потому что социальный статус почти наверняка дает доступ к деньгам. Ну, просто бывают люди, которым это неинтересно. А наоборот, нет. За деньги социальный статус можно купить далеко не всегда. Так вот, люди, которые здесь зарабатывали деньги. Ну, назовем это слово, зарабатывали. Хотя, может быть, более справедливо было бы сказать, подворовывали. А некоторые откровенно воровали. Это тоже на чем основанное утверждение? Ну, как бы на знание ситуации. Ну, вы меня простите, конечно, я знаю некоторых персонажей, которые живут за границей. Правда, может быть, не все в Лондоне. Но там объяснять мне, что, например, Кох заработал деньги, это ничего, кроме смеха, не вызывает. Его в этом списке нет. А это не важно совершенно, он есть в списке или нет. Важно другое, что человек, который тут дрался за деньгами, потому что в советском обществе это было принципиально важно, а психология была сформирована во многом тогда, ну или в 90-е годы. А вот, соответственно, приехав туда, они неожиданно обнаружили, что даже если ты там можешь что-то заработать, хотя, например, Березовский там ни копейки не заработал, то есть он, несмотря на то, что у него было довольно много денег, вложить их он не мог, а Абрамович, например, заработал. Но это индивидуальные особенности. Березовский был не бизнесмен, Березовский был мошенник. А Абрамович тоже воровался, с вашей точки зрения? Абрамович, нет, Абрамович как раз ухитрился конвертировать некий статус, связанный с выходом на некоторых лиц, в большие деньги. Откуда у него начальные деньги и как он проник, я не знаю. Вот это не берусь, не могу ничего сказать. Так вот, весь фокус состоит в том, что, приехав в Лондон, они обнаружили, что они там никто, и более того, они, в общем, не котируются. Их не принимают в приличных домах, с ними не общаются, им очень обидно. И по этой причине для них вопрос возврата стал, в общем, более-менее интересным. Даже для тех, кто понимает, что при нынешней власти вернуться нельзя. Другое дело, что не очень понятно, как это можно сделать. Потому что любой возврат, это либо с их стороны признание вины, ну, у них же тут уголовные дела, еще что-то, признание вины и возврат, по крайней мере, части денег, то есть они признаются, что они преступники, что для них психологически неприятно, либо, с другой стороны, нужно признать, что уголовное дело было незаконно. И кто пойдет на признание, с вашей точки зрения? Не знаю, посмотрим. Я же не настолько хорошо разбираюсь в этих людях, они мне лично, в большом счете, абсолютно неинтересны. По этой причине, в общем, что они там будут делать? Мне кажется, что это было бы возможно в рамках некоторой сделки, но эту сделку не Титов должен предложить, да, это должна быть сделка от имени государства. А Титов не представляет государство в качестве бизнес-омбудсмена? Я не знаю, получил, нет, в качестве бизнес-омбудсмена в этом месте он не представляет государство. Его задача, как бизнес-омбудсмена, это заниматься конкретными делами внутри страны. Получил ли он мандат от государства? На этот вопрос у меня ответа нет, но я склонен считать, что нет. Потому что обычно в таких случаях выбирается человек, не облеченный никакими формальными полномочиями. Ну, например, посредниками между Рузвельтом и Сталином были гурналисты, имена которых, в общем, даже никто и не знал особо. Ну, бросьте, если бы это, если бы у него не было мандата, то сейчас эти списки бы никто бы не принял, их бы проигнорировали, а о них вот сообщает Кремль, собственно, что списки поступили, вопрос изучается. Ну, давайте скажем так. Я считаю, что это просто изучается потому, что со стороны самих лондонских посидельцев поступило предложение о такой сделке. То есть я думаю, что Титов бы не поехал в Лондон, если бы не знал, что, ну, по крайней мере, среди определенного количества людей такого рода предложения будут восприняты позитивно. — А для Владимира Путина разве это не хороший знак его электорату среди тех, у кого есть деньги, что мы все-таки лицом к бизнесу здесь? — Мне сложно сказать. Я не думаю, что он вообще в таких терминах думает. У него немножко другая психология, и он вообще не заинтересован. Он как бы, вот, он совершенно не собирается кому-то нравиться, в какой-то конкретный цитат. — Вот здесь можно с вами поспорить. Давайте сделаем короткий перерыв. Я напомню нашим слушателям и зрителям телеканала «РТВИА», что мы вещаем еще и на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. А сейчас делаем короткий перерыв. Алексей Соломин, Михаил Хазин, сегодня гость программы. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВИА» представляют программу «Особое мнение». Владимир Путин, вы сказали, не желает кому-то понравиться. Это очень смелое заявление, мне кажется, оно такое, очень сомнительное, потому что мы прекрасно видим, как он идет на различного рода решения, связанные там с выплатами, связанные с заявлениями о том, что будут величина расшита расходы на здравоохранение и социалку. Это абсолютно предвыборное заявление. — Да, это абсолютно предвыборное. — Дальше. — Это для того, чтобы кому-то понравиться. — Нет, нет, нет. А дело в том, что у любого человека, который идет на выборы, должен быть предвыборный штаб, который должен отрабатывать свой хлеб. Значит, предвыборный штаб отрабатывает свой хлеб, приносится и говорится, вот у нас тут предложение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, это мура, это бред, это потом. Ну, вот давайте вот это, вот это, вот это и вот это. Я бы не стал к этому относиться, как к некоторому. Вы поймите, у Путина, если он, ну, собственно, человек, который столько лет у власти, не может не возникнуть ощущения себя во власти. Вот некоторый образ. И, как показывает опыт, чем дольше человек находится у власти, тем этот образ становится все более и более, ну, таким вот, в нем все меньше и меньше деталей. А в аптекаме он становится? Нет, он не в аптекаме, он просто, его просто нельзя оторвать от этой власти. Вот не так, чтобы вот есть власть, а в ней вот такая штучка, да, которую можно убрать или, наоборот, поместить или еще чего-то. А это получается, что это нечто такое, нечто единое целое. И даже если делаются некоторые действия, то они всегда имеют совершенно другой смысл. У Путина четко совершенно имеется представление, что политика в правительстве в социальной сфере не очень. Он все время пытается правительство к чему-то подвигнуть, там, начиная, грубо говоря, от майских указов, да. У него ничего не получается и, собственно, и получиться не может. Я думаю, что он это уже понял, поэтому он эти вопросы пытается решить в той части, в которой он это сам может сделать. Но при этом это не цель понравиться, а это цель, вот он считает, что так правильно. А понравится, не понравится, ребята, ну, как бы вот мы тут со властью подумали, решили, что вот так правильно. Кто сразу понял, тот молодец. Кто не сразу, ну, пускай подумает. Правильно я вас понял или услышал ваши слова о том, что Владимир Путин разочарован правительством Дмитрия Медведева? Ну, это очевидно. Для меня нет. Ну, все им разочарованы, в собственном стране. Доволен этим правительством? Есть люди, которые довольны этим правительством. И такие неизвестны. Все дело в том, что вот эта вещь, которую многие не понимают. В любой стране управляют элиты, которые ставят то правительство, которое им удобно. При этом они исходят из разных соображений. Прежде всего, это соображение борьбы за власть. Это главная задача. Борьба за власть. Потому что разные элитные группировки друг с другом воюют за власть, чтобы откусить у конкурирующих группировок. У нас не так часто сменялось правительство, чтобы делать выводы о каких-то элитной борьбе. Владимир Путин, по-моему, всегда из собственных представлений. Идет отчаянная совершенно элитная борьба, которая очень усилилась после прихода к власти Трампа. А при этом разные бывают. Например, в 1997 году была отчаянная схватка между командой Березовского, которую тогда условно можно было назвать семейной, и командой Чубайса. А сегодня они вместе составляют некий противовес условно-патриотическому блоку. Условно, потому что, если мы, например, возьмем Чайку и Бастрыкина... Это у нас патриотический блок? Ну, в неком смысле, да. Но они между собой пребывают в достаточно сложных отношениях, как нас выучат всякого рода коспиологическая литература. Бастрыкин и Чайка между собой. А кто из них тогда патриотический блок, а кто из них блок Медведевский? А они оба патриотические. И они борются другие? Ну, конечно. А вы что думаете, что внутри, что ли, они борются? Ну, для примера, да, если вы посмотрите на последнее слово Улюкаева, то он там пожаловался, что типа, ребята, что же вы меня бросили, гады? Ну, такого не было. Ну, здрасте. Он произнес замечательную совершенно фразу, как тяжело вдруг оказаться простым человеком. Это чёткая сон демонстрация. Я-то думал, что я ваш, и вы будете за меня вписываться. Нет, смысл этой фразы другого. И обидеть меня именно в этом. Нет. И обидеть вы меня не дадите. А вы вместо этого нехорошие ребята, и дальше там подтек. А я за это всё про вас рассказал. Нет, 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 нет. Это выдумка, Михаил Леонидович. А Улюкаев сказал в своём последнем слове, что как он всё-таки не понимал, будучи человеком властным, в каком состоянии может оказаться простой человек, когда проходит через эту систему. Правильно. Вот он объяснил, что, соответственно, он считал, что он как человек власти не мог оказаться в такой ситуации. А вы, гады, меня бросили, и поэтому я из человека власти оказался непонятный кем. А вот вы сказали, что с приходом к власти в США президента Трампа усилилась эта борьба, да, здесь элитная борьба. Но вот на какую группировку не посмотри, от силовиков, консерваторов, условных патриотов до таких окололиберальных или либеральных кругов, они же все сейчас антиамериканские, они все публично, во всяком случае. Я не знаю, что такое антиамериканские, поскольку я никогда антиамериканистом не был, то я по этой причине не могу вам ничего сказать, да. Такую ненависть я испытываю к потерпевшему, личную неприязнь, да, что просто кушать не могу. Вот, значит, вот я не испытываю к Соединенным Штатам Америки личной неприязни. Вот, поэтому мне сказать сложно. Они играют в свои игры, у них игра сложная, у них там схватка почище нашей. Это, кстати, очень хорошо видно вот в пресловутых санкционных списках. Да, у меня на самом деле там сильнее всего потрясло, у нас же там, значит, наши вот эти, как это сейчас принято, как раньше было, ренегаты. Да, значит, Иларионов, Пиантковский, а еще при этом Андерсосланд. А, значит, Андерсосланд, конечно, не наш, но он тоже ренегат. То, что я помню, как он в 90-е годы бегал, значит, к Гайдару и слезно его умолял, чтобы тот, значит, пролоббировал то, чтобы ему дали орден дружбы. Потому что ему, как дипломату шведскому, полезно иметь ордена разных стран, в которых он был. Вот, а, значит, видимо, в отместку за то, что орден дружбы ему не дали, а может и дали, я не знаю, он, значит, как-то обиделся. Или решил, что могли дать, типа, а почему не дали Герою России, он же такой, как бы, реформатор. Да ну бросьте, ну ладно, о чем вы? Значит, так вот, я внимательно смотрел, да, что говорит Илларионов. Ну, Пиантковский, у него, понятно, он, значит, на почве Путина, он очень нервничает, но сам по себе человек очень умный и, я бы сказал, глубокий. Что касается Андрюши Илларионова, тут совершенно другая ситуация. У меня, вот, версия, которую я прочитал в интернете, чтобы потом, значит, на нас никто не жаловался, в интернете написано, даже на ленте Фейсбука у меня. Значит, еще, значит, на каких-то лентах, там написано, что Илларионов, видимо, разговаривал с разными олигархами на предмет, помочь им не попасть в списки. И теперь, когда они все попали, к нему стали делать предъявы, а он стал оправдываться, типа, я не виноват, мы написали совсем другой список, а эти нехорошие люди в Белом Думе взяли и заменили наш выстраданный, там, за полгода список на просто на вырезанные, значит, из справочника или там из Форбса, значит, списки. А вот... Давайте только справедливость ради отметим, что и Андрей Иларионов, и Пиантковский, насколько я знаю, отвергают обвинение в том, что они, что, либо кого-либо из наших олигархов отмазывали. Ну, не знаю, про Пиантковского я даже верю, про Иларионова сомневаюсь. А, ну, не важно, в силу личного знания персонажа. Я, собственно, знаю и того, и другого. Так вот, и довольно давно. Так вот, значит, если мы вернемся, то, собственно, из-за чего сыр-бор? Дело в том, что, собственно, изначально, идеологически, еще при Обаме, ну, даже еще раньше, идеология вот этих вот списков была очень простая. Она же уже появилась очень давно, она же там глубоко эшелонированная в американском истеблишменте. Логика была, надо наказать Путина. А новая администрация, она не очень понимает, за что нужно наказывать Путина. Потому что Обама и предыдущая, значит, компания, это были правые либералы, глобалисты. А пришел изоляционист и правый консерватор Трамп. Потому что я правый консерватор и изоляционист, Путин правый консерватор и изоляционист. Почему я должен, собственно, на него ругаться? Ну, смысл какой? Из-за чего? Он говорит, а вот Крым! Он говорит, да, Крым. Ну, если так смотреть правде в глаза, а у нас Ирак, Афганистан, ну, там еще много чего. И народу мы там поубивали. Как это было сказано, что Обама самый большой, как бы, в книге рекордов Гиннеса занял первое место среди лауреатов Нобелевской премии мира по количеству убитых, по его приказу, людей. Сотни тысяч, а может и миллионы. Так вот, соответственно, по этой причине у них там конфликт. У кого? Еще раз. У Вашингтона. Вашингтон. Между одними элитами и другими элитами. В этом смысле Дональд Трамп действительно изоляционист, потому что он в абсолютной изоляции. И вопрос санкций, насколько я помню... Насчет в абсолютной изоляции я с вами категорически не соглашусь, потому что реформу его налоговую приняли. Более того, в результате тщательного расследования, значит, его антиамериканской деятельности всплыла информация, по которой, соответственно, может получиться у Тургейт номер два. И, соответственно, Хилари Клинтон и часть бывшего руководства ФБР могут сесть на скамью подсудимых. И это очень любопытная тема, но мы ее обсуждать не будем в силу того, что тут нужно еще разобраться. Но очень много людей, в том числе очень грамотных, они, значит, на эту тему уже начинают говорить открыто, что само по себе крайне показательно. Но я еще раз повторю, это разные элитные группы. Дело не в том, не в личной неприязни Трампа и Хиллари, хотя они друг про друга много всяких гадостей говорили, но это объективная схватка. Да, и она ведет к целой куче разных очень любопытных проблем, в частности, вот списки пресловутые, потому что совершенно очевидно, что, ну вот просто потому, что происходит, я бы назвал это бюрократический саботаж. Вы хотели списков? Вот вам! Кстати, помяните мое слово, Трамп выиграет выборы в ноябре этого года. Вот еще три месяца назад это оказалось невозможно, мы наставили за собой обе палаты Конгресса. Мы сейчас делаем перерыв, позвольте, да, в студии «Эхо Москвы» Михаил Хазин, экономист. Меня зовут Алексей Соломин, я напомню, что мы вещаем не только по радио «Эхо Москвы», но и на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Присоединяйтесь, пишите в чат свои вопросы и комментарии. Еще раз здравствуйте, меня зовут Алексей Соломин, и в гостях у нас сегодня экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, мы говорили сейчас о санкциях, санкционном списке, кремлевском досье, так называемом, скорее. По этому поводу два вопроса у меня остается. Ну, с вашей точки зрения, почему туда не попали Анатолий Чубайс и Эльвира Набиулина, к примеру, хотя там много кто не попал еще? — Ну, есть у меня соображение, что они попали автоматом. Чубайс как руководитель корпорации государственной, а Набиулина как формальный член правительства. Но она не министр, но как бы... — Центробанк — независимая структура. — Неважно, а Центробанк всегда на заседаниях у правительства присутствует. — Правительство присутствует, это правда. — Ну вот, и по этой причине я не исключаю, что их вычеркнули. Ну, по поводу Центробанка, то точно. — Почему? — Ну, из разных соображений, ну, Чубайса решили, как-то не буди лихо, пока оно тихо, и так его тут любят, еще сильнее полюбят. Вот, а Набиулину, ну, если ее написать, тогда, соответственно, немедленно тут же начнется кампания, что раз уж, соответственно, все равно ее признали частью, то давайте мы тогда национализируем Центробанк. И все. Ну, собственно, национализируем в смысле подчиним правительству или там президенту. Ну, была же знаменитая история, когда Орбан в Венгрии подчинил Центробанк правительству. — Почему американским властям невыгодно, чтобы Россия подчиняла себе, в смысле, российское государство, власть подчиняла себе Центробанк? — А это идеологическая база. Дело в том, что, вообще говоря, любая империя, вообще любая большая структура, у которой много отдельных элементов. Что такое империя? Это страна, в которой много бывших независимых государств. То есть, по этой причине в ней никогда не бывает такой абсолютной власти. Всегда нужно балансировать между разными силами. Там классический пример — это Австрия и Венгрия, в которой было три государства. Австрия была, Венгрия была, Чехия. Там была еще попытка сделать Словонию, как вот Чехословакия была. Но, собственно, ее хотел сделать Франц Фердинанд и закончил плохо. Так и тут. А была советская модель, которая была очень разработанная. Была модель западная. В западной модели очень важную вещь играет экономический либерализм, идеологический. И по этой причине, если они сами отказываются от этого, то эта модель начинает рушиться. Трамп, в общем, уже эту модель рушит. Но все-таки он еще не готов ее обрушить целиком и полностью. А та часть, которая идет, собственно, от либеральной, она эту часть, наоборот, пытается защитить любой ценой, потому что ее разрушение означает разрушение мировой долларовой системы и катастрофа. Я вот объясню сейчас про катастрофу, чтобы было понятно, насколько это не на примере США и не на примере России. Вот есть такая страна Украина. Да, часто приводят в пример ее, когда говорят о каких-либо катастрофах. Я сейчас говорю не о катастрофе, я сейчас говорю о проблемах внутренних, внутренних идеологических противоречий. Да, она жила в идеологической модели советской. Дальше она попыталась строиться в модель либеральную, западную. Но проблема состоит в том, что для этого они начали очень жестко уничтожать идеологию советскую. И для этого подобрали специальных людей. Есть, например, такой персонаж Ветрович, директор института, как это называется. В общем, короче говоря, который про правильную украинскую историю сочиняет. Вот как ни странно оказалось, что он сегодня, с точки зрения текущих геополитических раскладов, наш главный союзник там. Почему? Потому что он, защищая УПА и все остальное, он, соответственно, начинает резко портить отношения Украины с Польшей. Это важная вещь. Вы поймите, что та же самая ситуация в тех же Соединенных Штатах Америки. Тот же Илларионов, воюя с Путиным и с компанией, начинает создавать проблемы Трампу. Из-за этого все и сыпется. Я прошу прощения. Такая же на самом деле ситуация во многих местах на Ближнем Востоке. Когда у вас рушится большая и самосогласованная идеологическая конструкция, то она распадается на маленькие кусочки, которые начинают друг другу противоречить и с друг другом воевать. Смотрите, я вот на самом деле запутался. Я уверен, что таких, как я, я не один во всяком случае такой. Мы же ушли от вопроса, зачем Соединенным Штатам выгодно, чтобы Центробанк в России оставался независимым? Потому что в их понимании Центробанк должен быть независимым. Это как Альф и Америка. Потому что так устроена либеральная система. Не вопрос, почему так устроен мир. Понятно. Вот Ветрович говорит, упа, это замечательно. Ему говорят, в Израиле говорят, это плохо. В Польше говорят, это плохо. А он говорит, нет, мы же боремся с призраком СССР. Значит, это и так всюду, во всех местах. Кто про финансовую систему мировую, в смысле либеральную, говорит, что это плохо? Кроме вас. Об этом говорил Трамп. Об этом говорят в Западной Европе уже очень многие. Типичный капиталист. Совершенно верно. Так он и говорит, ребята, у нас есть реальный сектор, который что-то производит. А эти жулики, банкстеры, я не побоюсь этого слова, воруют наши деньги. Поэтому их надо ликвидировать. Про ликвидировать он пока не говорит. Но действует он именно в этом направлении. И из-за этого и возникают все проблемы, что у вас нет конструктивной и большой модели. Вот у Украины нет конструктивной модели. В результате у них их же собственные представители сами же разрушают всю конструкцию, в которой они существуют. Ну, слушайте, Украина сейчас в таком состоянии, что очень сложно ставить ее в пример. Давайте граждану посмотрим. Ну, это же страна. Я говорю об Украине. Она в состоянии войны находится. Я говорю об Украине только потому, война же по той же самой причине. С участием, кстати говоря, внешних сторон. Гражданская война, да и перестаньте. Вы поймите, что гражданская война, она всегда поддерживается какими-то внешними силами. Но источник, он внутри. Источник внутри. И он ровно из-за того, что у вас разрушается базовая модель большая. И сегодня они не знают, что им делать. Они говорят, ну вот смотрите, что делать-то? Ну, с одной стороны, нужно дружить с Западной Европой. С другой стороны, поляки говорят, а кто убил наших поляков? Кто устроил Волынскую резню? Сначала говорили немцы. Говорят, ребят, вы что? Вы хотите поссорить двух членов Евросоюза друг с другом? Этого делать нельзя. А кто тогда? И вот это проблема. Честное слово, не могу понять сравнение с... Да та же самая категория, кто виноват? Ну, люди спорят, люди разные позиции. Ну, говорит Трамп, промышленная инфраструктура США находится в упадке. Мы должны ее восстановить. Кто в этом виноват? В этом виноваты финансисты, которые вкладывают деньги в финансовые инструменты, занимаются спекуляциями на рынках и не вкладывают в реальный сектор. Вот, про финансовые инструменты. Про криптовалюты я хотел у вас спросить. Сейчас очень многие те, кто вложились в последнее время в биткоин, сильно разочарованы. Он преодолевает новые рубежи, минимумы. А с вашей точки зрения, это конец криптовалюты или это какой-то сезонный спад? Значит, смотрите, это конец биткоина, конец криптовалют вообще или это что-то другое? Вот давайте я вас спрашиваю, конец чего это? Вот давайте разберемся. Значит, во-первых, откуда все взялось? Вот вся сама по себе тема. Ну, если говорить, откуда взялся биткоин, это сейчас уже не важно, потому что этого уже никто не помнит. Важно другое. В условиях разрушения нынешней финансовой системы долларовой возникает вопрос, есть ли у вас вы каким-то невероятным трудом скопили какое-то количество денег. Вопрос, куда их вкладывать? В заводик купить? А он убыточный. В банк положить? А с вами поступят как на Кипре или как в России отберут у банка лицензию. Куда девать денежки, заработанные тяжелым трудом? Сразу же появилась замечательная идея, что надо создать альтернативные активы. Ну, собственно, изначально банкиры были за, потому что куда-то надо девать пузырь на фондом рынке. И вот, значит, сначала биткоин, а потом все остальные криптовалюты. Под ними есть содержание. Это альтернативные активы. Дальше стало понятно, что у биткоина имеется одно преимущество. Он первый и наиболее раскрученный. И слабость. Под ним ничего нет. А уже появились новые криптовалюты, под которыми есть какие-то активы. Китайцы вон Феникс делают или уже сделали, который к золоту будет привязан. И по этой причине я скажу так. Будущее биткоина определяется одной единственной вещью. Разрешат китайцы его оборот в Китае или нет? Почему именно китайцы? Потому что Китай контролирует больше 50% оборота криптовалют в мире. Китай на первом месте, где-то 55%. Но это связано с тем, что система регулирования так работает? Она была язычная. Нет, так просто жизнь устроена. Просто у китайцев, по всей видимости, максимальная тяга к рискам. И очень большое количество. Я об этом и говорю. В других странах просто система регулирования более жесткая. А потом их много. Ну вот они сейчас начинают регулировать. Сейчас, значит, вот есть, мы видим, да, каникулы будут. Через неделю там в Китае Новый год. После этого недельный каникул. А дальше два варианта. Либо Китай запретит, ну, типа, у нас есть Феникс, с ним работаете. В этом случае у криптовалют будет некий провал ненадолго. Либо не запретит. И тогда биткоин и все остальное снова пойдет вверх. Если они запретят, то, разумеется, какие-то криптовалюты все равно пойдут вверх. А вот биткоин уже может и не пойти. Они останутся в этом случае пузырями или нет? Это зависит от того, имеются ли под ними какие-то базы. Но в условиях... Что может быть базой для криптовалют? Ну, например, что такое ICO? Вы вот выпускаете фактически криптовалюту, но привязанную к вашей деятельности. А это может быть, например, полезные ископаемые или какое-то там производство какого-нибудь там ноу-хау или еще чего-то. 30 секунд у нас осталось. В общем и целом, я хочу сказать, что тема криптовалют, она, безусловно, будет развиваться очень активно, очень интересно. Только заниматься этим нужно грамотно. Вот это главная проблема. Грамотно не так, как сейчас напрашивается. Ну, сейчас очень много спекулянтов, которые пытаются посорвать куш, а людей, которые реально разбираются, очень мало. Михаил Хазин, экономист в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Этот эфир провел Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.